В МВД подвели итоги второго этапа профилактической операции «Подросток». В ее задачи входило предупреждение безнадзорности и бродяжничества среди несовершеннолетних, а также оказание помощи неблагополучным семьям. За время проведения операции полицейские проверили более 200 подростков и свыше 100 родителей, должным образом не исполняющих свои обязанности. В результате 38 взрослых привлечены к административной ответственности. Кроме этого, оформлен 31 материал по фактам нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в общественных местах после 22 часов. Также на специальный профилактический учет поставлены семь подростков. Выпуск начнем с информации о ситуации на дорогах республики. В эти выходные дни в Адыгее произошел ряд серьезных аварий, унесших в жизни 9 человек, в том числе двухлетнего ребенка. Рассказывает Сергей Елизаров. Говоря о дорожной обстановке в регионе, необходимо отметить, что за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 283 ДТП. В них погиб 51 человек, а 342 получили травмы различной степени тяжести. За каждой этой цифрой трагедия и исковерканные судьбы. Четыре страшных аварии произошли в прошедшие выходные дни. 29 июля около 22 часов 30 минут в городе Адыгейский водитель автомобиля БМВ совершил наезд на женщину и двухлетнюю девочку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 66-летняя бабушка и ее внучка погибли на месте. В отношении 27-летнего жителя Теучешского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России и водворен в изолятор временного содержания. Дорожное транспортное происшествие Утром этого же дня на автодороге М4 Дон недалеко от города Адыгейска произошло столкновение легковушки Хэнда и мотоцикла. Водитель двухколесного транспортного средства не успел среагировать и врезался в попутно двигавшуюся иномарку, которая остановилась перед пешеходным переходом. Скончались сам мотоциклист и его пассажирка в возрасте 36 и 30 лет. Также полиции устанавливаются обстоятельства наезда автомобиля на пешеходов в Тахтамукайском районе. 28 июля под колесами ВАЗа погибли двое жителей поселка Яблановского. Уже известно, что они переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте. Дорожных условий, способствующих совершению данных ДТП, не зарегистрировано. Состояние дорог, средства организации дорожного движения в норме. Сейчас, с учетом этих ДТП, которые произошли в конце июля, откорректирован график работы сотрудников ДПС. В большей степени акцент смещен в вечернее время, на усиление надзора в вечернее время. Будут проведены рейдовые мероприятия. К мероприятиям будут привлечены сотрудники территориальных подразделений ГИБДД, батальоны ДПС. Произведена ротация нарядов для усиления надзора в местах с осложненной дорожной обстановкой. Сергей Лизаров, Вадим Агарков, Денис Вигерчук, Вячеслав Коробков. Программа «Вести».